Доброе утро. Если вы позволите, я бы хотел начать нашу дискуссию с двух основополагающих, на мой взгляд, тезисов, которые бы помогли нам сделать какую-либо дискуссию насчет трансформации. Первый тезис – это есть ли какой-нибудь существенный конфликт между макроэкономической стабильностью и структурной трансформацией. И второй вопрос, который я бы хотел озвучить – это можно ли добиться успеха в сфере трансформации путем вливания денег в экономику, будь то вертолетные деньги или искусственное снижение процентной ставки. Вот эти, по-моему, два основополагающих вопроса, на которые мы, наверное, во время сессии должны ответить и представить суду наши ответы. Насчет экономики Армении, как вы заметили, мы в 2022 году столкнулись с новым явлением для нас самих. У нас был очень большой приток капитала и очень большой приток качественной рабочей силы, человеческого капитала. И за счет этого у нас появился огромнейший спрос, который укрепил национальную валюту. И в свою очередь, так как мы столкнулись с инфляционным явлением в 2022 году, у нас инфляция была 8,3, то Центральный банк не сдерживал частичное укрепление национальной валюты, что помогло нам сдержать поднятие процентных ставок и решить вопрос инфляции. Как вы заметили, у нас сейчас инфляция 12-месячная в районе 1,3% годовых. Центральный банк начал снижать процентные ставки. Но я хочу заметить, что мы, наверное, были первыми в мире, первым Центральным банком, который начал ужесточать монетарную политику. Мы в 2020 году, когда очень многие Центральные банки еще дискутировали насчет того, транзиторное это явление или нет, мы подняли процентную ставку. И мы были уверены, что спрос и вливание денег в экономику во время ковидной пандемии, он вылится в инфляцию и в инфляционные ожидания. И чтобы заэнкорить наши инфляционные ожидания, мы решили превентивно уже действовать в конце 2020 года. Что сейчас происходит в экономике? В экономике сейчас мы наблюдаем структурный сдвиг. У нас не только есть большое увеличение внешнего спроса, но мы наблюдаем, что у нас растет потенциальный ВВП за счет притока новых квалифицированных рабочих мигрантов и плюс приток капитала. И мы видим, что у нас в экономике начинается процесс, когда мы наблюдаем, что у нас растет производительность, продуктивность. Это, наверное, самый основополагающий и важнейший фактор для развития экономического роста. И мы думаем, что самым важным фактором для поддержания такого роста это строгая, дисциплинированная макроэкономическая политика. Со стороны Центрального банка на снижение и обеспечение инфляционного таргета, который мы заявили, и со стороны государства в сфере фискальной политики. Мы думаем, что в сложившейся ситуации, когда у нас рост выше потенциала, фискальная политика должна быть сугубо сдерживающей. И государство в данный период времени должно накапливать резервы на уже другие циклические явления, которые появятся после. Которые уже совсем скоро появятся, правильно? Потому что это же конечный процесс. Экономика уже переваривает приток капитала, притекший капитал. На этот вопрос очень трудно ответить по временному лагу, потому что мы не знаем, как будет конвертироваться вот это вливание капитала и человеческого ресурса в продуктивность. Если у нас вот этот процесс пойдет, то у нас появятся повышенные оценки для потенциального роста, и тогда будет легче. Если у нас все время будет внешний спрос и внутренний спрос, опережающий быть выше потенциала, то тогда будут необходимы все вот эти фискальные денежно-кредитные меры. Последнее тогда уточню вас, Мартын Артышесович. То есть получается, структурная трансформация экономики Армении, которая сейчас происходит, заключается в основном только в достаточно жесткой ДКП? Я бы чуть-чуть уточнил, что здесь вопрос не только в ДКП. Я вам приведу пример. У нас IT-сектор в последние 7 лет рос в порядке 20% диапазоне. И вот это новое вливание оживило и добавило импульс к этому росту. Здесь ДКП как таковое не имеет большого значения. Но ДКП в сфере своей деятельности мы, когда делаем инфляционные ожидания, вот инфляцию определенной для участников рынка, это добавляет энтузиазм к новым вливаниям и к новым инвестициям. При этом на таргет, он такой же, как у нас, 4%, вы рассчитываете выйти там даже не в 2025 году, а позже, правильно? Нет, у нас будет ниже таргета в этом году, но мы знаем, что он будет ниже таргета, но у нас там двоякая проблема с инфляцией, потому что у нас очень сильно падают цены на товары, но у нас все равно высокая инфляция на услуги. И поэтому это нам не позволяет быть более агрессивными в снижении процентности.